Капрызы небесной канцеляры не спыняются, морозы изменяя резкое потепление, а снегопады чаргуются с дождями, як выник гололед и риск отримать травму литерально на ровным местом. На Гомельщине назирается повеличение количества случаев гололедных травм, некоторым с потерпелых потребуется хирургическая допомога. Об достижениях медицины, оперативной обстановки и галоны о правилах безопасности на льду нашему корреспонденту Ганне Ковалевой расповел галоны позаштатный травматолог-ортопед Управления ховы здоровья Гомельского облаконкама Юрий Кос. Здравствуйте, Юрий Козлович. Вы только что с операцией. Скажите, что была за операция, как она прошла? Операция была у пациентки 58 лет по поводу гололедной травмы. Произошел тяжелейший перелом голени, операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо. Расскажите, сколько обратилось людей с такими травмами и как давно они стали обращаться к вам? Обращаться с гололедной травмой пациенты начали буквально две недели назад, когда произошли снегопады первые, затем морозы и сейчас начал таять снег и таять свет. Поэтому количество пациентов, особенно за последнюю неделю, значительно увеличилось. В настоящее время по городу Гомельо обращается в два травмпункта и приемное отделение областной клинической больницы до 70-75 пациентов. Последние 4 дня 20-25 пациентов – это пациенты с гололедной травмой. Но все-таки в основной своей массе какие травмы конкретно фиксировали за эти две недели, как люди стали обращаться? В первую очередь это повреждение лодыжек, голеностопный сустав. Более тяжелые травмы, конечно, перелом шейки бедра. Например, ребенок 3 года катался с горки на саночках. Ребенок падает, получает перелом бедра. 3 года. И рядом же совершенно другой возрастной катинкет. Пациентке 78 лет шла в поликлинику буквально вчера и на скользкой поверхности подвернула ногу, упала, получила тяжелейший чрезвертельный перелом бедра. Сколько таких пациентов уже? В нашу клинику за две недели поступило 8 пациентов с переломами шейки бедра. И в основном пожилые, да? В основном это пациенты старше 70 лет. Им требуется оперативное лечение. Мы стараемся, что если есть один малейший шанс для того, чтобы поставить человека на ноги, мы ему делаем операцию. Для пожилого пациента важно не лежать в постели, а быстрее прооперировать, поставить его на костыли, на ходунки, научить ходить. Юрий Казимирович, ну вот раз уж мы подошли к этой теме, скажите, какими возможностями сегодня обладает медицина, какие операции проводятся именно в вашей больнице, может быть, как раз таки вашими руками, насколько вероятно вернуть человека обратно к полноценной привычной жизни после самой тяжелой травмы? Наша клиника оснащена самым современным медицинским оборудованием, которое позволяет осуществлять высокотехнологичные и сложные операции на всех сегментах конечностей. Причем эти операции делаются малоинвазивно. Малоинвазивно – это щадящими, через минимальные разрезы, с использованием специальных устройств, так называемых электронно-оптических преобразователей, а проще говоря, это рентгенский аппарат в операционной, который позволяет в режиме реального времени следить за тем, как правильно доктор осуществляет манипуляцию на костях и как правильно скрепляет эти кости. У нас есть обширнейший диапазон имплантов. Имплантов – это специальных винтов, пластин, стержней. Это, скажем так, нам помогает быстрее его поставить на ноги, вернуть к работе, вернуть к бытовой жизни. Раньше, конечно же, было тяжело прооперировать и получить хороший результат, оперируя их традиционными методами. Сейчас, имея тот диапазон, о котором мы говорили, позволяют делать малоинвазивные операции. И люди возвращаются действительно к жизни. Юрий Казимирович, но все-таки главная цель нашей с вами беседы – это, в конце концов, объяснить людям, как не попасть в число ваших пациентов. Расскажите, главные правила безопасности, какие они? Ну, главные моменты для того, чтобы себя обезопасить, они на самом деле крайне просты. Во-первых, в дни, когда имеется гололед, нужно, выходя на улицу, одеться таким образом, чтобы при ходьбе чувствовать поверхность земли достаточно широкой подошвой. Причем рельеф должен быть четкий, для того, чтобы сцепление землей было хорошее. Барышни любят каблуки. Да, но здесь, конечно, высокий каблук – это, опять же, предрасположенность гололедной травмы. Далее, нужно во время гололеда в эти дни выходить на работу за 10-15 минут раньше, чем вы это планировали. Потому что вы не должны спешить, не должны бежать. Все это предрасполагает к тому, чтобы получить гололедную травму. Но вот все-таки, если понятно, что падение не избежать, как, может быть, вот говоря в кавычках, упасть правильнее, чтобы минимизировать получение травмы? Ну, инстинктивно, конечно, человек падает, он растопыривает, образно говоря, конечности. Растопыривая конечности, увеличивается количество переломов. Все-таки нужно попытаться прижать руки к туловищу, ноги тоже, чтобы вместе были, и в этом положении все-таки упасть боком. И тогда меньше этих будет травм. Сложно. Я понимаю, что сложно это произвести в течение двух нескольких секунд. Но те люди, которые это так производят, они получают менее тяжелые травмы, чем тогда, когда человек падает, извините, просто как мешок. Поэтому, когда идете по улице, нельзя держать руки в карманах. Вы не успеете сгруппироваться, не успеете вытянуться. Это же ведь секундное дело. Вот, в принципе, все, что хотел сказать вам о гололедной травме. Я думаю, что если вы будете соблюдать вот эти все необходимые простые меры, то и травм будет меньше, и все будет у вас хорошо. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok